Дорогие друзья, братья и сестры, я тоже сегодня себя не чувствую в такой хорошей кондиции, поэтому давайте помолимся Господу, чтобы Господь дал необходимых сил совершить это служение. Отец Милосердный, благодарность Тебе за высокую честь молиться Тебе, знать Тебя, служить Тебе, Господи, за эту величайшую жертву, которая когда-либо была совершена на этой планете, за смерть Твоего Сына, нашего Господа и Спасителя, который умер несправедливо, который умер за всех людей, включая каждого из нас, за это прощение грехов, за эту милость, за эту благодать. И благослови, Господь, нас, сейчас вникать Твое Слово, и да произойдет она работу, к славе Твоей, к нашей пользе, к радости и к благословению наших ближних. Духом Святым, святым направляй нас. Бог наш и Спаситель, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, присаживайтесь, пожалуйста. И я, наверное, еще раз подниму попозже нас всех, когда мы будем читать Слово нашей доброй традиции. Дима прочитал потрясающую историю в начале нашего собрания, историю из Евангелия от Луки. Я полагаю, что всем стоит открыть этот текст сейчас. Одна из самых больших революций в науке, которая когда-либо была за историей цивилизации, ну, можно по-разному их говорить, их несколько революций было, но одна из самых больших революций, это была революция, так называемая революция Коперника. До него люди жили веками и полагали, что Земля, на самом деле, она является центром Вселенной. Земля определяет, на самом деле, всю жизнь цивилизации тем, что все вокруг нее вращается. И если можно вполне сказать справедливо, что Земля является центром жизни, потому что только здесь Бог дал жизнь на Земле, но в Солнечной системе Земля не является центром. Коперник был одним из первых ученых, значимых ученых. Тот даже говорит, что он был единственным ученым, который утверждал, что нет, Земля вращается вокруг Солнца, не Солнце, а вокруг Земли. Мы знаем, какие ей последствия были, что ему стоило такое утверждение, такое заявление. В конечном итоге он был прав, и когда свершилась эта революция, то нужно было перестраивать многие системы жизни просто общества, потому что эта астрономическая концепция, она влияла на жизнь людей на Земле. как находить сильные предметы, как понимать себя в пространственном измерении, как двигаться, как о направлении идти, в конце концов. Это была большая революция в науке. И сегодня мы с вами поговорим о революции в религиозном мышлении людей, о том, как воскресенье влияет на жизнь верующих. Вы знаете, что мы часто проповедуем здесь на Пасху, и Пасха наряду с Рождеством, это, наверное, два единственных собрания, когда мы говорим напрямую к неверующим людям. Все остальные собрания наши посвящены верующим людям. Но вот к этому воскресенью, готовясь к проповеди, я поменял проповедь совсем, у меня была другая проповедь, мне хотелось говорить об амбициях верующих, пусть это подождет немного. Мне стало как-то немного, ну что ли, жаль, что на Пасху мы не говорим проповеди для верующих. И сегодня будет проповедь о Пасхе, пасхальная, но для верующих людей. И для того, чтобы нам выразить благодарность Богу, и для того, чтобы нам быть еще более внимательными, давайте мы встанем и прочитаем этот текст из Евангелия от Луки, глава 24, первые 10 стихов. «Первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они, они это женщины, которые там были, чуть в самом конце мы знаем, кто они, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица своих земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть преданным в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его. И возвратились от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим, то были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария Матьякова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. Пожалуйста, присаживайтесь, это наш текст сегодняшний. Во-первых, посмотрим на участников этой интересной истории, этого значимого события. Группа женщин пошла как могиле Иисуса Христа, как в гробы, мы знаем, что они хотели помазать его тело, приготовить к окончательному погребению. Имена женщин мы прочитали в самом конце этого отрывка. У каждой из них была особенная история. Особенная история. Например, Мария Магдалина, Господь Иисус изгнала из нее семь бесов. Особое событие. Когда она думала туда, вот идя туда, в это место, о чем она думала, что она вспоминала там, что было у нее на сердце. Иоанна также шла ко гробу. Она часто путешествует с Иисусом. Мы читаем в Луке 8 главе, что у них была, что Иоанна часто финансировала путешествия Иисуса и апостолов. Она сама нередко была с ними, служила им. Ее мышь был крупным чиновником в администрации Ирода. Он был управляющим администрацией Ирода. Достаточно высокий, большой человек. Очевидно, что эта женщина не знала финансовых проблем. И многие трудности решались очень легко. просто по одному звонку. Это Иоанна, жена такого-то. И я думаю, что ее знали, потому что часто были разного рода фестивали, праздники, где она была своим супругом на официальных приемах. Поэтому у нее не было проблем, чтобы получить доступ, куда нужно, решить какие-то вопросы. Но вот когда она шла ко гробу, сознавала ли она тогда свое бессилие? Полагаю, что да. Она могла решать многие проблемы, спонсировать, обеспечивать, но здесь она была абсолютно бессильна. Ни ее связи, ни ее происхождение, ни деньги ее мужа не могли помочь ей никак. И Мария, и мать Иакова, апостола Иисуса, она тоже была с ними. О чем она переживала? Я полагаю, что ее материнское сердце трепетало также о ее сыне. Видя, как распинают Иисуса, она полагала, что ее сына могут также распять, ведь ее сын отождествил себя с Иисусом распятым. Ведь ее сын дружил с Иисусом, ходил с Ним, жил с Ним целых три года. Как вы видите, у каждой из них было о чем поразмышлять тем далеким ранним утром. Наш текст так и говорит, они шли очень рано. неинтересно, как они шли быстро или медленно, казался ли им путь коротким или далеким, разговаривали или молчали они. Мы не знаем многих ответов на эти вопросы, можем только догадываться. Но очевидно, что они были весьма уставшими и истощенными, потому что последние три дня, когда все эти ужасные события происходили, они происходили не вдалеке от них. Они были участниками, свидетелями, очевидцами. Три дня, когда Иисус был предан на распятие и осужден на смерть, предательство пронзило их сердце двойким образом, потому что, во-первых, их долгожданный мессия был мертв, а во-вторых, близкий друг Иуда продал Иисуса за какие-то 30 серебряников. Казалось бы, что в ту ночь все общество обратилось против них. Народ, римское правительство, иудейские вожди, все стали вдруг неожиданно против них. То религиозное движение, участниками которого они были, умирало, а лучше сказать, умерло со смертью Господа Иисуса. Но это даже не самое худшее. Самое худшее было в том, что они остались живы, они это наблюдали, они это видели. Они видели посреди дня тьму, которая объяла мир. Они слышали ужасные вопли Иисуса. Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня? Они видели его последний вздох. Они знали, что Иосиф из Рефимеи попросил у правителя, тогдашнего идея Япония Пилата, взял тело, положил его в пещеру. Они были там, они видели, как его положили, как все надежды их были похоронены там и завалены этим огромным камнем. Они все это видели. И вот теперь они идут для того, чтобы забальзамировать это тело, чтобы похоронить его достойно. Мы читаем в стихе 56, Евангелие от Луки 23 главы, что они приготовили благовоние и масти. Вообще интересно, что можно приготовить для похорон Сына Божия? Они же верили, что Он Сын Божий. Они знали, что Он Сын Божий. Как они собирались его хоронить? Что они собирались делать? Что было в их сознании? Чем они были движимы? Мы читаем 56 стих, опять же дальше, я читаю его в 32 главе Луки, что они в эту субботу остались в покое по заповеди. Мы видим, что они поступили по иудейскому закону, в котором они жили, которое исповедовали, которое исполнило Иисус полностью до конца. Они поступили по заповеди, и поэтому свои приготовления отложили на эту субботу. В сущности, они вернули к своей привычной религиозной жизни, в которой они выросли, к своей обычной религиозной практике, к тому, чему они привыкли с детства. Они знали, нужно быть в покое в субботу, но имели ли они покой в своем сердце? Когда их возлюбленный умер. Вероятно, их разум просматривал эти сцены снова и снова. Избиение римскими бичами, глумление солдат, насмешки толпы, распятие, куча народа. Они снова и снова видели себя там, много крови, очень много крови. И хотя ничего снаружи их не тревожило в тот момент, несомненно, в их душах не было покоя, в эту субботу покоя, в их душах не было мира, потому что все разрушено, все потеряно. И все, что у них осталось, это, может быть, похоронить хоть как-то более-менее достойно. И вот на этот третий день, первый день недели, воскресенье, они пошли туда, к гробу, встав весьма рано, они не могли спать, они бежали туда. Скорбь наполняла их сердца, и каждый новый шаг, я полагаю, отражался болью в их душах. Они шли к этой пещере, полной отчаяния, печали, скорби, безнадеги. Они слили эти ароматы, знаете, нужны ли эти ароматы, сына Божия? Это лучшее, что они полагали, могли тогда сделать для себя. Они желали все это исполнить, даже не закончив еще оплакивание, потому что душа их плакала. Но интересно то, что мы в Библии очень часто встречаем, что рассвет нового дня нередко сопровождался особым, новым, Божьим откровением. И здесь, в этом тексте, мы встречаем невероятно потрясающее Божие откровение, которое просвещает всякого верующего и дает понимание того, что мы раньше не видели и не знали. Сначала Бог удивил этих женщин тремя вещами. Их три удивления. Посмотрите, во-первых, в сие втором мы видим, что они нашли камень отваленным от гроба. У Матфея сказано, что Эфиза и Ефимеи привалил большой камень ко гробу. Это глава 27, стих 60. Мария и Магдалина, Мария и Матякова, они это видели. Ибо это неудивительно, что у Марка в 16 главе в 3 стихе написано, что они думали, говорили между собой, кто же нам этот камень отвалит. Они сознавали, что они не смогут, они шли туда, но понимая, что они скорее туда не попадут, потому что камень очень большой, у них нет таких сил. У них было большое препятствие, камень был весьма велик, как написано у Марка в 4 стихе в 16 главе. Это первое удивление. Камень отвален. Второе удивление. Они, войдя, стих 3, не нашли тело Господа Иисуса. Вообще, на самом деле, это очень большое удивление, потому что они видели, как он умер, они видели, как его положили, и это странно, прийти туда и его не увидеть, потому что вчера была суббота, святой день для иудеев. Когда они увидели то, что тела нету, для них это было ужасным, странным, неожиданным, непонятным фактом, потому что откуда такой кощунник появился в Израиле, чтобы забраться в могилу в субботу покоя и утащить тело распятого человека. Это надо быть нечестивцем, у которого просто не только совести нету, ее просто не существует на самом деле. Она не просто прожженная, она исчезла, чтобы в субботу бедного распятого пренебречь Богом, пренебречь людьми, забраться в могилу, убрать от камень и выкрасть тело. Для них это было странно, потому что они никак такого в принципе не могли ожидать. Я думаю, что их сердце переполнило ужас и гнев. Зачем? Кто? Во время Пасхи Евангелие от Иоанна главе 20 стихе 1-2 мы читаем, что Мария Магдалина сразу же побежала к Петру и к Иоанну, как только увидела, что камень был отвален. Она прибежала и сказала им, унесли Господа из гроба и не знаем, где положили его. Она подумала о расхитительницах, о расхитителях гробниц, о ворах. Другие же женщины остались там стоять в недоумении. Марк добавляет к этому стихе 8-ом, их объял трепет и ужас и никому ничего не сказали, потому что боялись. Они были в страхе от того, что сейчас и их тоже поубивают всех. Они подумали, что-то такое невероятно случилось там, но явно не подумали о божественном влиянии. Тело просто исчезло. И третье удивление, которое они увидели здесь, придя к этому гробу, мы читаем стих 4-ый, и вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. Отвальный камень удивил их. Исчезло наше тело испугало их, а эти мужи в блистающих одеждах шокировали их. Матфей говорит об ангеле, который сошел, сел на камень и с ними беседовал. Иоанн вообще не упоминает об ангелах, потому что его внимание концентрировано на одежде, на пустой гробнице. Лука же говорит, что это были два ангела, вне всякого сомнения. Эти сияющие славные ангелы испугали женщин, еще больше, чем отваленный камень и пустая гробница. Они в благоговении преклонили свои лица, они спрятали свои лица от света сияния, который их озарил. В почтении и в благоговении склонились они. Но они не ожидали такой встречи. И то, что ангелы сказали им, шокировало их больше всего. Их утверждение ангелов было в форме вопроса. И вот его мы сегодня будем с вами изучать. Этот вопрос дает нам много прекрасных советов для верующих людей, как нам жить дальше. Итак, вопрос ангелов. Это странно, неожиданно. Ангелы обычно все говорят в виде восклицательных знаков, а здесь они говорят вопросом. И вот, что они сказали, «Что вы ищете живого между мертвыми?» Итак, вопрос ангелов. Это наш третий пункт, и мы в нем и будем с вами копать Божий текст. Я вообще не знаю, на самом деле, что более удивительно, что ангелы задали вопрос, вместо того, чтобы прогласить нечто важное, или то, что... или то, вопрос, который они задали сам по себе, удивительный. Ведь ангелы, как посланники Бога, они обычно громогласно заявляют, утверждают, провозглашают, декларируют, они никогда не задают вопросы. Потрясающий вопрос здесь задан нам. И этот вопрос, на самом деле, он производит революцию больше, чем революция Коперника. Это мощнейший вопрос, который заставляет сделать переоценку, переосмысливать, буквально всей нашей жизни во свете этого простого, но весьма радикального, принципиального, неожиданного, такого важного, значимого вопроса, который здесь задают эти ангелы. Итак, что он делает, на самом деле? Во-первых, у меня будет, наверное, шесть пунктов того, что делает этот вопрос в нашей жизни верующих людей. Во-первых, он заставляет нас или перенаправляет нас от смерти к жизни. От смерти к жизни. Очевидно, что эти женщины, которые шли к гробу, они ожидали увидеть мертвого человека. Они никак не планировали, не думали, не гадали, не мечтали увидеть живого Иисуса. Они видели, как Иисус умер, они видели, как его положили в гроб. В их разуме было четко отмечено, что Иисус мертвый. Все их планы, их ароматы, их приготовления были связаны вокруг мертвого Иисуса. Но реальность такова, что смерть Иисуса есть смерть в смерти как таковой. Есть уничтожение смерти как таковой. Недаром говорит Павел, смерть, где твою жало, от, где твоя победа. Вопрос же ангелов ясно утверждает, что Иисуса среди мертвых найти невозможно. Им нельзя думать о Господе как о мертвом. Подумайте только. Платон умер, Сократ умер, Аристотель умер, Эммануил Кант умер, его могила даже в Кенигсберге или в нашем Калининграде современном. Ницше умер, Дарвин умер, но Иисус жив. Будда умер, Мухаммед умер, Ленин умер. Еще можно посмотреть его тело, пока не вынесли. Ганди умер, Иисус жив. Всякая жизнь вне воскресения Христа в сущности является медленное умирание. Всякая жизнь вне Иисуса Христа это медленное умирание. Человек живет, дышит, сердце бьется, мозг работает, но он умирает. Так много людей живут для того, чтобы умереть. Некоторые умирают, чтобы жить в сердцах людей, в памяти народов. Только верующие люди, друзья, только верующие люди живут для того, чтобы жить. Воскресение Христа делает эту революцию. Оно помогает нам жить для того, чтобы жить дальше, жить всегда, жить вечно. Христиане не посещают могилы или склепы, чтобы встретиться с Богом. Мы встречаемся с Ним с Альфой и Мегой в воскресении моей жизни на всяком месте, где мы находимся. Мы находим саму жизнь в Иисусе. И даже Он сказал, я есть в воскресении и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет. Он сам сказал, я есть в пути жизни. Никто не приходит к Отцу только через Меня. Я не только в пути жизни, но я ищу истина. Я путь, истина и жизнь. Это все слова нашего Господа. Вне Его нету жизни. Без Него нету жизни. Это вопрос ангелов. На самом деле, если мы его внимательно послушаем, прислушаемся к Нему, переориентирует нас от смерти к жизни. Он призывает нас искать живого Спасителя и жизнь, которую Он дает. Он призывает нас жить ради жизни. Мы не живем ради смерти. Мы не планируем смерть. Мы планируем жизнь. Наша жизнь не заканчивается с нашей смертью. Наша жизнь продолжается. Поэтому второй элемент. Этот вопрос переориентирует нас от креста к воскресению. Для христиан, конечно, крест значит очень много. Если в первые века христиане не использовали крест как символ своей веры, то сегодня мы можем увидеть крест на многих атрибутах христианской веры. на наших Библиях, на шеях, на домах молитвы. И нет в этом ничего плохого. Сегодня крест, хотя и является все же напоминанием об ужасной казни, не является таким вот, может быть, острым, таким вот пронзающим нашу реальность. Нас не казнят преступников сегодня на крестах, и поэтому не так это страшно. Это в наших глазах уже не орудие такого ужаса, позора, а скорее даже почтения, уважения. Это, конечно, влияние христианства на мир. И христиане, естественно, говорят много о кресте, и мы понимаем, что там на кресте была открыта Божья любовь. Нигде более явленно лучшим образом любовь не была, кроме как на кресте Голгофы. Мы представляем Бога за крест, но вопрос, который зоветесь ангелы, что вы ищете из живого между мертвыми, показывает, что нечто более значимое, нечто важное находится дальше. Конечно, крест говорит о нашей греховности, о нашей сущности. Но мы, подобно этим плакальщицам, идущим ко гробу, должны понять, что крест это не конец. Это не суть всей нашей веры. Если мы концентрируемся на кресте без воскресения, то наша вера больше связана со смертью. Наша вера больше связана с трагедией, нежели с триумфом. Но именно этот вопрос и на воскресение Христа оно приносит в нашу веру триумф вместо трагедии. Не случайно первые проповеди апостолов, они все были полны воскресения. Они все говорили о воскресении, потому что это переориентировало их образ мышления. Это просто показывает нам или напоминает нам, что Иисус спасаетесь из мертвых. Бог воскресил его. И когда мы начинаем постигать эту простую реальность, эту такую значимую реальность, эту важную реальность, тогда происходит переосмысление всей нашей жизни. В чем она происходит? В том, что мы уже более не связаны здесь, на земле, с нашими короткими земными днями. Дней нашей жизни 70, говорит Моисей, при большей крепости 80 лет, и они проходят быстро, и мы летим. мы начинаем ожидать жизни после воскресения, жизнью, которой уже не будет конца. Эти женщины должны были искать Иисуса между воскресшими, и нам нужно так же поступать. Нам нужно жить так, друзья, как людям, которые снова воскреснут, и уже никогда не умрут. Понимаете, я живу не с перспективой своей грядущей смерти, я живу с перспективой своего грядущего воскресения. Я не жду свою смерть, которая неизбежно придет, разве что, если Господь не придет раньше и заберет меня уже к себе на небеса. Я живу не ожиданием того, что все, все равно умру. Я живу таким словом все равно воскресну. Бог даст мне новое тело. Моя земная жизнь это не все то, что у меня есть. у меня впереди еще тысячелетнее царство, у меня впереди еще вечность с моим Богом. У меня отношения с моими братьями и сестрами это отношения вечных друзей. Я не дружу с ним только на 10-15 лет, на 70 лет своей короткой земной жизни. Я дружу с ним на века, навсегда. Это помогает мне не переживать на самом деле в многих вещах. С какой перспективой живешь ты сегодня? С перспективой смерти или с перспективой воскресения? Живешь ли ты активной жизнью, зная, что Бог тебя однажды воскресит из мертвых? И если так, то на что будет твоя жизнь похожа в этом мире? Как это повлияет на нас? Буквально несколько вещей я хочу показать здесь, как эта перспектива в нашей жизни преображается. Во-первых, если я живу во свете грядущего воскресения своего, то это включает мою жизнь или помогает мне проявлять реальную жертвенность, настоящую жертвенность, помогает мне жить по вере. Например, евреям, 11 глава, стих 17-19, можете посмотреть, это известная история, рассказывает о том, как Авраам верил в воскресение, принес в жертву, готовый принести в жертву своего сына. Это самая радикальная жертва, которую мы с вами когда-либо читали. Итак, мы читаем 17-й стих. «Верую, Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Почему и получил его в предзнаменование? Авраам верил, что Бог силен воскресить, и поэтому он не побоялся сделать и быть готовым совершить такое жертвоприношение. Итак, если я живу во вследном воскресении, то я готов к радикальным жертвам ради Бога. я не говорю про глупые жертвы, безрассудные, я говорю про радикальные. Во-вторых, жизнь во свете воскресения означает жить жертвенной любовью. Мы находим это Евангелие от Иоанна, на самом деле. Иисус говорит, Иоанна 10 глава, стих 11, «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он любит, поэтому отдает свою жизнь за овец. Но в этой же самой главе, в 17 стихе и в 18 Иисус продолжает и говорит, Он показывает, как грядущее воскресение, о котором Он знал точно, помогает Ему отдавать свою жизнь ради людей. Он говорит, «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее». Никто не отнимает ее Меня, но Я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, власть опять имею принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего. И Иоанн, когда рассматривает дальше пример радикальной жертвенности, радикальной любви Иисуса, наставляет нас, что так же и христианин, каждый должен любить другого в своей жизни. Смотрите, мы как читаем у него, «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу свои за братьев». Я могу полагать душу свою за брата, потому что я знаю, я все равно воскресну. Я сегодня отдаю свою жизнь ради брата моего, его благопомощи и так далее, потому что я не переживаю. Моя жизнь не заканчивается моей этой земной жизнью. Моя жизнь не ограничена только моим физическим телом. Моя жизнь продолжится в новом воскресшем теле, в бессмертном теле, вечно с Богом, и поэтому я легко могу поучаствовать в моей жизни брату своему, потому что я знаю, я воскресну. Это не финал, это не конец. В-третьих, это все, это пункт 2-3 на самом деле у меня, как это происходит, переориентация от креста в кресенье. Если я живу во сретье воскресенье, то знания Иисуса, пребывания с Ним для меня всегда будут являться величайшим будущим из всех возможных. Мы все с вами планируем свое будущее. Нету ни одного человека, который бы не планировал о чем-то. И мы планируем свое будущее какое-то хорошее для себя. И нам кажется, у меня будет прекрасная жизнь, если я наконец-то перееду жить в свою квартиру или в свой дом, или я куплю себе там бизнес, в этом месте, или я смогу поступать так или иначе, жить там или здесь. У нас есть разные планы про наше будущее. И почему-то самое величайшее, самое лучшее будущее, которое есть, это воскресенье, которое Господь нам даст, оно там не в этом листе, не в этом списке. Понимаете? У меня хорошее будущее, если я женюсь на ней, или у меня хорошее будущее, если я буду замуж. У меня прекрасное будущее, я буду работать там. А самое главное будущее, самое потрясающее будущее, которое Бог нам дает, оно где-то там в конце листе или вообще даже отсутствует. Здесь же, если я понимаю, что я живу в воскресенье, я живу не смертью, потому что даже брак – это временное явление. Бизнес мой – это временное явление. Будет время, когда не буду продавать, не покупать. Будет время, когда не нужно будет деньги совсем, потому что Господь будет здесь царствовать. Моя работа – это временное явление. Мое гражданство – временное явление, кроме моего гражданства небесного, которое вечное навсегда. Если я понимаю это, тогда это будет самое мое лучшее ожидание. Это является самым величайшим будущим из всех возможных. Недаром апостол Павел в послании филиппийцам говорит, глава 3, 70-11, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Что вы ищете живого между мертвыми, говорят ангелы? Этот вопрос перемещает нас от креста к жизни и воскресения. Это происходит переориентирование нас на жизнь радикальной жертвенности, любви и надежды, которые вообще возможны, когда-либо возможны были на этой земле. Третий момент, это пункт 3. Этот вопрос ангелов переориентировает нас от эмоций к Писанию. Эти женщины, которые шли ко гробу, я могу только догадываться, какие чувства и эмоции переполняли их в тот момент. Я могу быть уверенным в том, что они были полны эмоций и чувств. В такие моменты невозможно быть равнодушным. эмоции и чувства наполняли не только женщин, но и учеников. Как только Петр услышал, что в гробе нету тела, он сразу побежал мгновенно. Иоанн сразу побежал мгновенно. Они были переполнены своими чувствами. Какие там были чувства? Горе, смущение, страх, переживание, тревоги, волнение, безнадега. Что там было? Ну, по крайней мере, стих 4-5 показывает нам, что у них было очень много эмоций. И потому что у них было очень много эмоций, то они подошли к весьма опасному искушению. И столковывать все происходящие события через призму своих эмоций. Воспринимать все события, происходящие в их жизни, через призму своих чувств. Мы все можем подвергаться такой вот эмоциональности, такому искушению. Я полагаю, что многие из нас сейчас даже могут находиться в таком состоянии, интерпретировать, толковать, воспринимать реальность события, людей через призму своих эмоций и чувств. Нас учат на самом деле этому. Среди психологии о многом построены на этом. Писание же нас здесь оставляет, в этом вопросе ангелов, переориентироваться от своих эмоций к Писанию. К сожалению, мы можем быть на искушении, и не важно, что говорят факты, люди, даже Библия, мы движим своими чувствами и настроениями, своими эмоциями и восприятием. Но вопрос, что вы ищи живого между мертвыми, свергает авторитет наших эмоций, указывая на другой, единственный, абсолютный, высший авторитет. Но самый надежный источник знаний этот вопрос указывает нам на Божье Слово. Понимаете, что говорят ангелы дальше? Деке 6. Божье Слово было к вам, когда был в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому он лежит быть преданну в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. Заметьте это слово «вспомните». Друзья, когда вас захлёстывает ваши эмоции и чувства, когда вы хотите что-то сделать, не подумав, когда внутри вас гнев рождается или какое-то недоброе настроение, приостановитесь хотя бы на секунду. Дайте Духу Божию напомнить вам Божье Слово. Дайте Духу Божьему напомнить вам о Его истине. Так, чтобы мы сориентировались на Божье Слово. Так, чтобы мы были укоренены не в нашем опыте, в наших переживаниях, в наших чувствах, но в учении Иисуса, в Его Слове. Ведь Господь на самом деле приготовлял их, зная, что они будут просто потопляемы своими эмоциями, своими чувствами, переживаниями. Он приготовлял их, говоря, я читаю Евангелие от Иоанна, глава 14, первые четыре стиха. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять и возможность к себе, чтобы вы были где я. А куда я иду, вы знаете и путь знаете». Друзья, нам нужно всем перенаправлять свои чувства, эмоции, переживания, волнения, тревоги, смущения от своих эмоций к Писанию. Когда наши чувства настолько сильны, когда наша ситуация выбивает нас из колеи, нам тогда нужно бежать к Писанию. Нам нужно повернуться к Божьему Слову. Такие моменты, наши сердца очень немощны. Наши души очень уязвимы и слабы. Нам нужен фундамент Божьего Слова, непоколебимость Божьей истины, твердость Божьего Основания. Нам нужен Божий голос. Божий голос. Я в своей жизни такое испытывал, когда было много разных трудностей, переживаний, волнений. И я приходил домой в последние дни с раздражением утренним. И моя жена дала мне Библию и сказала, я вошла замуж за человека, который уповает на Бога. Иди, почитай, помолись. Нам нужно себе напомнить всем, что есть Божье Слово, Божий фундамент, который укрепляет наши сердца и который приправляет сердца этих скорбящих учениц Христа от эмоций и страха крепким Божьим обетованием и реальности Евангелия. Жить во свете воскресения значит жить в Божьей истине, во свете Божьих обетований. И живешь ли ты так? Или все же ты еще пока движим своими чувствами и эмоциями? Четвертый момент. Этот вопрос перенаправляет нас от текущих событий к Божьему проведению. События последних дней весьма потрясли этих людей, сильно потрясли их. Это было справедливо в отношении всех учеников, включая этих женщин, включая также учеников, которые шли по дороге в Ямаус. Помните? В этой же самой главе, чуть ниже, о них история идет. Я читаю. Тринадцатый стих. В тот же день двое из них шли в селение, отстающие стадии на 60-е от Иерусалима, называемые Ямаус, и разговаривали между собою о всех этих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, иди рассуждаете между собою, и от чего вы печальны. Один из них, именем Клеопа, сказал им в ответ, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? Проповедь об этот текст вы слышали на прошлую Пасху. Но здесь вот какой интересный момент. Смотрите, эти ученики были сориентированы на прошлое. Они жили прошедшими событиями, они жили прошлым на самом деле. К сожалению, эти события поймали их в ловушку, и ученики оказались связаны своим прошлым, нежели жить с будущим, которое Господь им сказал. Более того, эти ученики, которые шли по дороге в Имаус, они с таким, давайте, удивлением, возможно, даже упреком говорят, ну как же ты не знаешь, ты пришел в Иерусалим, там все эти события были. Они полагали, эти ученики, что они были в контексте. Они понимали, что происходит. Они были в эпицентре жизни. Но на самом деле, в действительности, они были далеко вне контекста. Они были далеко от эпицентра жизни. Почему? Потому что они обсуждали действия людей, они обсуждали обстоятельства, они обсуждали мнения, обсуждали события, они совершенно перестали замечать действия Божия. Бог работал, а они обсуждали людей. Бог трудился, а они видели только слова, слышали только слова, видели какие-то события. Мы можем попасть в такую же ловушку, когда мы перестаем рассматривать, что с нами происходит в последнее время не через призму Божьей работы, а через призму людей, обстоятельств, событий. Это Он мне сделал. Это она так поступила. Это у меня так неудачно вышло. Это государство моим что-то не то. Это в моей компании что-то не так. Все и все вокруг виноваты. Все и все вокруг меня что-то делают. И я об этом говорю, обсуждаю. Так рождаются сплетни, ненависть, горечь в сердце, обида. И я не замечаю, что над всем этим трудится Бог, используя людей, обстоятельства, трудных начальников, жестоких соседей, недобрых друзей, нехороших, может быть, людей, каких-то Бог над всем этим трудится. Используя погоду, животных, воздух, все под его контролем, абсолютно. А я вижу людей, рождаю обидки, огорчения, печали. Это вопрос на самом деле, что вы ищете живого между мертвыми, переориентирует нас от текущих событий, которые переполнили мой эфир внимания и сознания, а не ориентирует меня к Божьему провидению. К Богу, Который управляет всем, без воли Которого даже волос с моей головы не упадет, без воли Которого птичка не споет, рыбка не проплывет, песчинка в этом космосе не пролетит. Когда ангелы объясняют, что это значит, их вопрос, то они говорят одно слово, которое важно вам заметить здесь, стих 7, смотрите, как они говорят, сказывая, что сыну человеческому, и вот наше слово, надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. Глаголы предану, распяту, они все в пассивном залоге стоят, показывая, что это действие в отношении Иисуса совершают люди, не он сам, но глагол надлежит, показывает нам и говорит нам о ком-то другом, который также участвует в этом процессе, который был за, внутри и вне и выше всех этих грешных людей. Он говорит о Боге, который трудился там, о Божьем проведении, которое работало там, невидимая рука Бога, руководила всем процессом, что все случилось в соответствии с его планом, включая и третий глагол, в третий день воскреснет. Воскресенье это лучшее из других событий, которое напоминает нам, что Божье проведение активно участвует в этой вселенной. Бог направляет историю, не люди, не генералы, не президенты, не события, не какие-то катаклизмы, не природные явления, но Бог один направляет историю. Мы это ясно можем видеть в Деяниях апостолов. Первая проповедь, христианская проповедь, Деяния апостолов, вторая глава, стих 22-24, Петр проповедует и говорит, «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог строил через него среди вас, как вы и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного». Вы слышите? Это не Понтий Пилат предал. Это не просто люди предали. Бог знал, что так будет. Бог участвовал там. «По определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвозив руками, беззаконных убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти». Заметьте, «по определенному совету и предведению Божию» та же самая мысль, что в нашем слове надлежит. Бог определил ход истории, Бог определил события этой истории. И все случается, как Он определил. Вопрос ангелов, на самом деле, помогает нам. Их объяснение помогает нам заметить эту невидимую руку Божию, которая участвует во всех процессах, направляя, замечая, действуя и возвышаясь. И знаете, что этот вопрос помогает нам? Он помогает нам, потому что освобождает нас от ловушки, печали и отчаяния. Когда мы смотрим на свои обстоятельства, особенно если они трудные и непростые, нам кажется, все, ничего хорошего не может быть, ужасное. Люди эти довели меня до такой ситуации. Обстоятельства такие не располагающие, ну такие не благорасполагающие, не очень удачные, не очень хорошие, не благоприятствуют меня в конце концов. И когда же я смотрю над этими событиями туда выше, в небо, я понимаю, Бог здесь над всем. Это Божьи планы, Божьи цели. И это освобождает меня от рабства, печали, отчаяния и ловушки, обиды и огорчения. Я смотрю не себе под нос, я смотрю выше к Богу. Проведение Божье учит нас, что история не является чередой слепых, бессмысленных событий, но это Божья работа в нашей жизни. История направляется Богом, управляется Богом, для того, чтобы искупить человечество через крест и оправдать через воскресение Христа. Да, вот за этой ширмой скрывается Бог. Поэтому нужно смотреть на Него, замечать Его, понимать Его действия, учиться, нужно Божье Слово, чтобы понимать, как Он работает. Нам нужно смотреть и на текущие события просто, не на людей вокруг нас, но на Божью работу в нашей жизни, потому что все идет к Божьей славе и к нашей пользе. И доказательство этому то, что Иисус живой, а не мертвый. Пятый момент. Этот вопрос переориентирует нас от закона к Евангелию. В причине Евангелия мы замечаем, что все четыре автора, четыре евангелистов говорят о том, что эти люди, ученики, эти женщины, они все исполняли субботу в тот момент. Они не пошли ко гробу в субботу, они подождали, пока она пройдет. Некоторые, конечно, богословы делают большие ошибки, придавая чрезмерно большое значение этому факту и даже делают неверные выводы. Но определенный момент здесь есть важный причина, почему отмечает этот факт Лука. Но вопрос ангелов, он переправляет нас от закона к Евангелию, к радостной вести от Бога о распятии, о воскресении, о погребении Христа, в конце концов. Ведь смерть, погребение, воскресение освобождает нас от нужды исполнять закон, чтобы примириться с Богом, чтобы быть оправданными им, чтобы быть принятыми им, потому что Иисус полностью исполнил закон, и теперь я имею возможность через него получить примирение с Богом. Иисус сам говорит об этом. Матфея 5 глава, его Нагорная проповедь, стих 17. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. И мы с вами уже несколько лет изучаем послание к римлянам. В этом году, я надеюсь, мы закончим его. Все основания есть, только одна глава осталась. Апостол Павел говорит в римлянам 5 главе, стихе 17. В нем, то есть в Евангелии, открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведной верой жив будет. А потом, на протяжении всего послания, он объясняет дальше и дальше эту истину. Глава 10, стих 4, потому что конец закона Христос в праведности всякого верующего. Глава 4, стих 25, который предан за грехи наши, воскрес для оправдания нашего. Понимаете, в воскресенье Христа поворачивает нас от закона к Евангелию, от нашей самоправедности, от наших попыток угодить Богу своими делами к праведности Христовой, к делу Христа ради нас. Мы теперь не заслуживаем Божью любовь, мы не можем ничего сделать, чтобы Бог нас убил больше или меньше. Иисус сделал все ради нас на кресте Голгофы, чтобы нас простить, принять, оправдать. На самом деле, теперь мы с вами зовемся Богом через эти слова ангелов к жизни в Евангелии, жизни в благодати Божией. Друзья, нам это важно говорить, потому что Евангелие нужно проповедовать всем нам. Евангелие нужно не верующим людям, только. Оно нужно верующим не меньше, а порой даже больше. Потому что у нас у всех есть искушение требовать от других совершенства, хотя Бог от нас не требует этого совершенства. От нас есть искушение думать, что если я сейчас сделаю какое-то доброе дело, Бог меня будет больше любить. Тем самым я пренебрегаю делом Христа, который сделал все совершенно, искупив меня, я делаю из благодарности, но не ради заслуги и принятия. У нас всех есть искушение какое-то попасть в эту ловушку, оценивать свою жизнь через призму того, что я делаю или не делаю, вместо того, чтобы осмотреть веру через то, что сделал Иисус ради меня. Это вопрос, почему вы ищете живого между мертвыми? Он упоминает нам, что нам нужно жить во свете совершенного Христом. Наши грехи полностью прощены, наше искупление полностью совершилось, наше оправдание провозглашено, наше усыновление произошло и нас ждет вечная слава с Богом в небесах навсегда. Женщины, когда шли ко гробу, они думали о том, что закон им разрешает, а что запрещает. Но этот вопрос, что вы ищете живого между мертвыми, должен был помочь им, этим благочестивым, религиозным женщинам уйти оттуда, от гроба прощенными, спасенными, святыми, оправданными, святыми, потому что теперь они могут жить во свете воскресения, через веру, через Евангелие. Каждый человек может быть спасенным, если вы веруете. Это слово для всех людей. Иисус умер за всех людей. Можно жить во свете Евангелия. Нужна вера. Поэтому Бог призывает людей к покаянию, к доверию Ему как Господу спасителю их жизни. Это вообще невероятная, потрясающая вещь. Я думаю, что нам всем нужно на себе напоминать, что самое интересное я хочу сказать своим друзьям. И это самое интересное, что у нас есть. Бог прощает грешника. Что самое лучшее, что я могу дать своим близким, это Евангелие о том, что Бог не вменяет людям преступления, а примиряет их с собой через крест Христа. Бог принял нас. Хочешь ли ты жить в этом принятии? Или ты все еще хочешь жить по закону? Доказывай, что ты не такой плохой, как твой сосед, убеждая Бога, что ты дослужишь его любви? Или ты все же понимаешь, что Сус умер и воскрес ради твоего оправдания, чтобы ты был принят Богом? И последнее. Стих 6. 6 стих. Это 6 пункт у меня. Этот вопрос ангелов перенаправляет нас от печали к радости. От печали к радости. Это финальный пункт. Если Иисус жив и не мертв, тогда все, кто доверяет Ему, имеют самое лучшее основание для радости. Апостол Петр, который был очевидцем этого славного события, я имею в виду всех событий, жизни, смерти, воскресения Христа, лучшим образом об этом говорит в своем первом послании. Он показывает связь между нашей жизнью, воскресением Христа, нашим духовным рождением и нашей радостью. У нас Вадим Гэра прекрасные проповеди говорил о послании Петра, поэтому я рекомендую всем послушать эти проповеди, кто еще не услышал, и просто напомнить себе. Я из первого послания первого главы прочитаю. С третьего стиха апостол Петр начинает показывать свой восторг. Он говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Понимаете, это не просто присказка красивая, это не просто фамилировка такая, которую ожидает от пастора. Он на самом деле благословляет Бога от радости своей, которая переполняет его душу. Благословен Бог Он воскресает и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Почему Он такой благословенный? Почему причина радости апостола? И он здесь говорит дальше, смотрите, который по великой милости своей возродил или возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвого купования живому. Он возродил нас. Дальше Он показывает стих 6, показывая связь между воскресением, воскресением и нашей жизнью. Он говорит, о сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. А дальше Он пишет в стихе 8. «Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченной и преславной». Вообще, вот такую фразу я нигде не слышал, кроме как в Библии. Радость неизреченная и преславная. Ну, люди говорят в мире «Радость душей хоть заведочки пришей». Мы смотрим какие-то, может быть, бессолковые передачи, я надеюсь, у нас уже никто не смотрит там «Кабинник Клаб» и прочую мишру, которая показана на телевидении. Но вот такой радости не может не самый лучший комик нам дать. Такой радости нам самая лучшая зарплата не может дать. Хорошие какие-то события, удачные какие-то ситуации. Написано, «Радость неизреченная и преславная, настолько великая, что даже ее нельзя изложить своими устами». И эта радость дается тем, которые преодолевают скорби своей через веру в воскресение, через веру во Христа, через веру в Евангелие, во свете понимания своего грядущего воскресения и грядущего наследия, славного, которое они обрели во Христе Иисусе. Понимаете, человек радуется, потому что он ждет большого прибытка и радуется большого события. В жизни верующего есть эти две радости, наследие Христово и грядущее воскресение. И мы радуемся от этого. Какие бы обстоятельства не попадали в нашу жизнь, когда я возлагаю на Бога упование, то что бы ни было, я могу преодолеть все это этой радостью, неизреченной и преславной. И этот вопрос этих ангелов, он такой великий и значимый, потому что он больше, чем революция Коперника в астрономии. Это революция в религиозном сознании. Чем я буду жить? Смертью или жизнью? Воскресением или крестом? Законом или благодатью? Радостью или печалью? Как я буду жить? Воскресении или воскресении моих чувств и эмоций? Воскресении писания или воскресении моих событий? Как я буду жить свою жизнь? Воскресении революции, которую Иисус совершил на кресте Голгофы и воскреснув из мертвых я буду жить по-другому? Итак, я предлагаю всем, братья и сестры, поднаправить, кому нужно переориентировать, укрепить свою жизнь от смерти к жизни, от креста к воскресению, от эмоций к Божьему Слову, от текущих событий к Божьему провидению, от закона к Евангелию, от печали к радости. Да будет имя Божие благословенно. Помолимся давайте имам. Аминь.